Здравствуйте, друзья, вечерний вопросец. Здравствуйте, Михаил и Светлана. Рассмотрите, пожалуйста, ситуацию. Я живу в Казахстане, мне 27 лет. У меня есть друг. Мы ровесники. Дело в том, что он собирается ехать по программе переселенцев в Россию. А я, как могу, отговариваю его от этого, мотивируя тем, что Россия, при всем уважении к этой стране, не так много возможностей по сравнению с США. О, как интересно. Я думал с Казахстаном, а тут с США. Ладно. При этом получается, что он меняет шило на мыло, так как экономически и ментально мы очень близки с этой страной. Он хорошо знает английский, работает в сфере торговли, относится к разряду людей, которые сами себя делают. Я ему говорю, поезжаем мы по турвизе, или давай вместе съездим в Америку, посмотри, приглядись ты человек, деятельный, себя найдешь. Я просто считаю, что если ехать в Россию, то, наверное, только в Москву. А регионы, куда они там приглашают своих соотечественников. Соотечественников в кавычках. Отсталые и никакой там Калининград или Новосибирск не сравнятся по уровню жизни и возможностей с США. Я думал с Москвой. США. Тем более, что у меня есть пример моего одноклассника, семья которого переехала в Сибирь. Была нормальная, пышущая здоровьем семья со средним достатком. И в кого, вы думаете, они превратились? На них смотреть страшно стало. Народ там, ой-ой-ой. Конечно, бывают случаи, когда люди успешно выезжают на свою историческую родину, и у них там все норм. Но я считаю, что пока ты молод, лучше попробовать поехать в США. Спасибо. Да. Так это... Я так понимаю, что это девушка пишет, да? Так... Судя по всему, у девушки есть... У меня есть друг, мы ровесники. Так я не понял. Я все время читал, у меня такое было ощущение, что я сейчас наткнусь на то, какого пола. Автор. Да. Ну, хорошо. Давайте, давайте в таком варианте, как есть, рассмотрим ситуацию. Что вам сказать, друзья? Я-то припоминаю, как перестройка, когда началась, и там, ну, так, относительно в начале, ну, там несколько лет этой перестройки было, и вот тоже была, ну, компания, не компания, ну, в общем, приглашали соотечественников, которые живут в других странах, возвращаться в СССР. Это еще был СССР, не Российская Федерация. Ну, а куда там, вот... Ну, не знаю, куда-то они приезжали. Тоже какие-то места им там выделяли. И была статья большая про, значит, семейку одну, которая приехала из Австралии. Значит, там отец, несколько сыновей, и они там фермерствовали в Австралии. Ну, и вот приехали куда-то в Российскую Федерацию, не знаю куда. Ну, и там корреспондент с ними беседует, они там рассказывают о трудностях, о том, о сём. То есть, какие-то у них были мысли такие. Знаете, люди, когда живут где-то в отрыве от родины, и они... Ну, или исторической родины, то есть, может быть, там уже в нескольких поколениях они были, и что-то у них такое в голове есть, какая-то мысль. Вот. Но реально они уже так оторвались, что это далеко от реальности. Но, короче, вот они приехали, ну, и там спрашивают сына, сына, говорю, как там, вот как отец? Он говорит, ну, так вроде ничего там, он, ну, так то, сё. Говорит, ну, единственное, что, говорит, отец уже там 30 лет не курил, а здесь опять начал. Вот. На этом так где-то заканчивалось. Ой. Значит, тут есть как бы несколько, что ли, в моём понимании, есть несколько моментов. Значит, легче всего куда-то уезжать, когда погромы. В смысле, проще так, проще согласиться с мыслью о том, что ехать надо. Понимаете? Когда погрома нет, это нужно быть большим энтузиастом, чтобы ехать за какими-то будущими возможностями, там, и поди знай, понимаете, что там будет дальше. Вы посмотрите, вот, например, на... Ой, господи, этот велосипедист у меня справа. Вы посмотрите, вот, на Моисея. Пришёл, там, предъявил полномочия, натворил делов, там, 10 казней египетских. Все дела было, что мужик из правильного места, все дела. Но не все ушли с Моисеем, понимаете? Потому что это в будущем, это неизвестно где и неизвестно когда, и как там по дороге всё произойдёт. Там какая-то, вот, понимаешь, там земля обетованная, это ещё дожить надо. Понимаешь? А вот сегодня есть корова, есть хозяйство, есть там барахлишка какой-то, и вот сейчас-час сняться и пойти. Понимаешь? Многие не ушли никуда. Поэтому, ещё раз, когда гонень какие, там, вот, условно, погром, да, легко снялся, пошёл. На этом стоит, можно сказать, вся эмиграция, так, если разобраться. Откуда Америка заселилась? От погромов. Ну, там, в данном случае громили, там, лютеран, баптистов, католики. Да, значит, поэтому это проще. Когда люди драпали из того же Казахстана, когда там, вот, Советский Союз развалился, и там действительно и убивали людей тоже. Некоторые говорят, что этого не было. Я знаю людей, которые в самых тяжёлых ситуациях, немыслимых совершенно, оказывались, когда просто вот там приходили и громили, и убивали. Настоящие погромы. Поэтому, вот в то время, когда люди уезжали, там, тоже понятно, тоже не все уехали, обратите внимание. То есть, где-то было проще, где-то сложнее. Где-то было безвыходней, и как-то они уже не могли сняться, уехать. И такое бывало. Сейчас, такое время, сейчас тихо. Поэтому, сейчас-то чего уезжать? Ну, то есть, понятно, что сейчас ты уезжаешь не потому, что твоей жизни угрожает прямо сейчас опасность, или здоровью, или там ещё чему-то, а потому, что тебе хочется больше. Или тебе хочется роднее. Роднее тоже важно, да? Помните, как песня про журавлёнка, там, который спрашивает вожака стаи, там, почему мы летим, возвращаемся на родину? Вот. И он говорит, что хоть та земля теплей, но родина милей. И это понятные вещи, я не думаю, что кому-то нужно объяснять, там, о чём речь. Он может быть прав или не прав, это отдельная история, он может жить в иллюзиях, а он может поддаться на пропаганду. Это всё, это всё тоже понятно. А может быть, действительно, там его счастье, вот он сейчас приедет, будет с мужиками, там, пиво пить, в баню ходить, там, я не знаю, самогонку гнать, и вот ему на самом деле ничего не надо было больше. Я не знаю, честно. Но, всё-таки, значит, если он ищет какие-то, вот, что называется, opportunities, не просто ему милей, если ему милей, пусть едет куда хочет, и всё. Но речьёт об opportunities. И вот девушка пишет, будем называть её девушкой, хотя уверенности нет. Вот девушка пишет, opportunity со мной говорит, он знает английский, он сам себя сделал, он может это и то, и ему нужно такое место, где можно развернуться, если уже ехать, там, допустим, в Россию, то ехать в Москву. И я, на самом деле, с ней очень в этом смысле согласен. Если уже ты едешь за opportunities, езжай в Москву, ну, в Питер езжай, я бы не сказал, что там, скажем, Питер как-то хуже Москвы. Зависит от того, какие opportunities там или что-то, но вполне так, Питер, конечно, влажновато, там, климат, а так, нормальное место совершенно. Так вот, opportunities. Но дальше в этом письме, я читаю, вот девушка делает некоторую ошибку, ну, как бы допущение такое, ошибку в виде допущения, что иммиграция в Россию такое же простое занятие, как иммиграция, там, скажем, в Российскую Федерацию. Но в Российской Федерации есть программа по привлечению, там, соотечественников, а в Соединенных Штатах нет программы по привлечению российских соотечественников извне России, и так, чтобы именно в Соединенные Штаты. Понимаете? То есть она говорит, ну, какой смысл ехать, там, в Калининград или в Новосибирск, когда можно ехать в США? А как можно? Да если было можно, я себе представляю, сколько бы народа уже уехали, но что-то я не вижу, что было можно. То есть, как бы, некая синица в руках, которая вот у него есть в виде, там, репатриации в Российскую Федерацию, значит, сравнивается с каким-то журавлём в небе, который, может быть, для него, мы даже не знаем, но, может быть, для него это какой-то общипанный журавль, может, он тоже там пропагандой какой-то нахлебался, и ему претит тут, понимаешь, мы не знаем ничего этого, но с точки зрения рассуждения о жизни, давайте мы к этой части вернёмся, значит, и вернёмся, и закончим на этой части. С точки зрения рассуждений о жизни невозможно сравнивать вещи, которые несравнимы по уровню сложности. Ну, как так? Ну, вот что делать? Купить, я не знаю, там, особняк на берегу океана или пойти там абрикос килограмм купить? Чё лучше? Ну, конечно, правильней особняк. Потому что, если продать потом особняк, так можно купить весь урожай абрикос в саде Калифорния. Ну, я утрирую. Значит, а... А где взять бабла-то на особняк? И вот тоже самое вопрос. А где взять? Вот где взять те ресурсы, которые нужны, чтобы вот так взять, чтобы мигрировать в Соединённые Штаты? Да-да, говорит, в гости поедем. Посмотрим. Ну, так ты же не путай туризм с эмиграцией. Сказано, да? Не путай туризм с эмиграцией. Ну, приехал. И чё дальше? Я даже не хочу сказать, что это нерешаемый вопрос. Это решаемый вопрос, конечно. Можно там искать пути, найти и так далее. Тем более, если парень такой легко решает разные вопросы, сам себя сделал. Он найдёт свой путь. Но... Всё-таки мы все живём, каждый из нас, какую-то жизнь. Понимаете? Мы все живём свою жизнь. Если сегодня его жизнь такова, что он должен пожить в Российской Федерации, пусть поживёт. Если он должен начать эту жизнь в Новосибирске или там в Калининграде, пусть поживёт в Калининграде. В Москву-то он всегда переедет. Это же не в Нью-Йорк. В Москву всегда можно переехать. Пусть поживёт в Калининграде, потом поедет в Москву. Может, ему потом, я знаю, в Крым захочется. Или там, не знаю, куда ещё может захотеться. На Сахалин. Мы не знаем. Но если он в своём развитии, в своём развитии, не в подруге, а в своём, придёт к тому, что ему нужны какие-то такие возможности, реализовать которые можно исключительно в Соединённых Штатах, а дома нельзя. Потому что если можно эти свои потребности дома реализовать, то а что куда-то ехать? Вот. Поэтому это его путь, это его жизнь. И никому не надо навязывать ничего в виде там... Уж тем более, когда я ищу это бы миграции. Это же вообще как бы очень серьёзное решение в жизни. Вся жизнь человека переворачивается, он подвергается стрессу неимоверному. Иммиграция — это стресс. Это же не прогулка конная, понимаете, в Битцевском парке. Нет, это же... Это серьёзное дело. Да даже на лошади в Битцевском парке. Если первый раз на лошадь сел, так это может быть очень большой стресс. А тут такое дело. Английский у него хороший, да. В общем, давайте я камеру переверну, а то у меня солнышко подсвечивает. Значит, два основных пункта. Я ещё раз пытаюсь закруглиться. Не успешно так у меня получается закругляться. Но вот, тем не менее, закругление... Вопрос первый, пункт первый. Это его жизнь пусть живёт, как живёт. И убеждать его не надо. Тем более, если он вас выслушал и остался при своём мнении, вообще его не трогайте. Максимум, на что вы можете рассчитывать, что вас выслушают. Ну и спасибо. Потому что потом могут вообще перестать разговаривать, на самом деле, будет так доставать людей. И второе. Нельзя нерядоположенные вещи рядом ставить. Ну как? Если бы у него был путь какой-то, вы же бы пути не предлагаете. Говорит, давай в Америку поедешь. А как? Ну, давай съездим в гости. Ну, съезди в гости. Пять раз съезди в гости. И чего? Понимаете? Ну, в том смысле, конечно, можно в гости съездить, чтобы, может быть, у него начнёт голова работать в этом направлении. заработает, да? Но тогда вы плохо поступаете. Вы должны были бы сказать, просто поехали в Америку, поедем на Ниагарский водопад, заедем там к Миш Портнову, ну там, в Фейсбук зайдём, сфотографируемся. Так, погуляем. Это было бы нормально. А если вы ему говорите, послушай, надо ехать в Америку, а не в Россию, давай вот съездим, и ты увидишь, что я права, вы этим создаёте некоторое отторжение. Он уже не хочет ехать в Америку, потому что вместо того, чтобы ехать в Америку, он туда едет для того, чтобы, значит, вы самоутвердились там в ваших советах и так далее. Это отталкивает, на самом деле. Никто не хочет, тем более мужчина, не хочет, чтобы как-то им манипулировали. Пусть даже не безумно сильно, пусть даже близкие люди там и так далее. Так что вот я бы я бы такой совет дал. И в общем, к чужой жизни надо бережно относиться. И даже если вы видите и знаете наверняка, что у человека какая-то завиральная идея, гораздо правильнее, чтобы он пришёл к этой мысли, что идея завиральная, чем он потом будет вас всю жизнь потом упоминать, что вот из-за вас так получилось. Поэтому это очень рисковое занятие вот с советами так как-то напирать, навязывать, в чужую жизнь там как-то вмешиваться. Такая история. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok